Добрый день. Новости на телеканале Югра в студии Илья Райшев. В окруженной столице подписали трехстороннее соглашение о струничестве с федеральным кинопроектом. Документ предусматривает развитие в регионе новых медиапроектов в области креативных индустрий. К соглашению присоединились представители Департамента культуры округа, руководство медиахолдинга Югра, а также директор некоммерческой организации чемпионата Артмастерс. По условию соглашения Югра будет принимать участие в съемках новых кинопроектов, а медиаобразование Югорча займутся финалисты знаменитого киночемпионата. Они станут наставниками для студентов Югорской медиашколы. Мы обсуждали в том числе и с нашими партнерами возможность работы над сценариями, направленными на полный метр, и возможность работы по подготовке специалистов, тех, которых не хватает сегодня в автономном округе. Мы говорили о сценаристах, мы говорили о драматургах. Сегодня акцент в нашей стране делается на развитии кино в регионах, и мы видим, что здесь огромный потенциал, поэтому Артмастерс, как драйвер креативных индустрий, поддерживает Ханты-Мансиск в этих творческих начинаниях. Напомню, медиахолдинг Юграда вно сотрудничает с кинопроизводителями. Специалисты телекомпании работали на одной площадке не только с отечественными режиссерами, но и с мастерами из Индии и Сербии. Уже в этом году местных профессионалов ждут новые проекты. Итоговые кинопродукты будут транслировать на главном окружном телеканале. На октябрь у нас запланирован еще один проект, который мы, опять же, реализуем с Киди-студио. Мы оказываем организационные, логистические услуги, технические. И с ребятами из Екатеринбурга будем делать постпродакшн. У нас великолепная тон-студия, профессиональные звукари, которые будут сводить этот звук, и будем делать графику для этого фильма. Необычный формат представили зрителям и гостям кинофестиваля «Дух огня» в концертно-театральном центре «Югра-классик» «Планета Рахманинов». А именно так называется проект не просто биография композитора в виде документального кино. Это целое представление, главная особенность которого – живое выступление симфонического оркестра. Приобщаться к прекрасному смогла и наша съемочная группа. Удивительная история о жизни и страсти, о драме и вдохновении гениального музыканта Сергея Рахманинова. Погрузиться в мир великого творческого гения, чья музыка стала частью культурного кода России и всего мирового наследия, можно было на кинофестивале «Дух огня». Не случайно этот проект презентовывается здесь, на кинофестивале «Дух огня», который проходит под эгидой стран БРИКС и входит в программу председательства БРИКС. Потому что мы понимаем, что творческое наследие Рахманинова – это, по сути дела, гуманитарный дар всему человечеству. А в странах БРИКС проживают более трех миллиардов, трехсот тысяч жителей. И мы понимаем, что как раз вот именно такое сотрудничество через вот эти вот культурные мосты, оно работает на дело мира, на укрепление связей между людьми. Сначала зрители смотрят фильм о жизни великого композитора, а уже потом погружаются в его творчество. Со сцены звучит его самое известное произведение. Второй концерт для фортепиано с оркестром, написанный в 1900 году, он стал одним из самых общеизвестных, популярных и исполняемых произведений не только Рахманинова, но и всей мировой классической музыки. Концерт и сегодня входит в репертуар практически всех ведущих пианистов мира. В нашем случае за роялем артист Московской филармонии Константин Хачикян. Почти часовой концерт он отыграл по памяти, без нот. Второй концерт Рахманинова – это одна из вершин творчества Рахманинова. Рахманинов – это, если можно так сказать, наверное, все-таки любимый мой композитор, поэтому я его играю, наверное, чаще других и даже в каком-то смысле мне удобнее других его играть. Вместе с пианистом на сцене музыканты Сургутской филармонии. А дирижировал худрук Сургутского симфонического оркестра Михаил Леонтьев, кстати, лауреат престижной премии имени Рахманинова. Любое мероприятие, которое может привлечь нового слушателя, особенно людей, которые далеки от классической музыки, но, например, любят смотреть фильмы, я считаю, любое такое мероприятие достойно уважения, достойно внимания. Любые способы привлечь и, так сказать, силой или лаской захватить нового зрителя, они достойны какого-то начинания, и мне кажется, это очень важная вещь. Проект получил поддержку из Института развития интернета и будет мультиплатформенным, то есть не только живые выступления, но и сайт с видео и аудиоподкастами. Именно это по замыслу авторов поможет привлечь классической музыке и интерес слушателей, в первую очередь молодежи. Именно в этом проекте мы видим синергию между музыкой и кино. Кино, как документальное кино, и есть следующий большой шаг – это полный метр. То есть данного рода проекты для нас, они стоят над национальностью, над территориями, они стоят над политикой. То есть вселенская музыка Рахманинов действительно в состоянии объединять просто народа. Планет Рахманинов – это только начало. Впереди у авторов проекта планируется целая серия выступлений, посвященная великим композиторам. Такой проект у нас первый. Я уверен, что не последний. Сейчас мы заканчиваем работу проектом, посвященным Николаю Андреевичу Рюмскому-Корскому, другому великому русскому композитору. Неделю назад ему исполнялось бы 180 лет. И вот мы приурочили к его этому юбилею. Планируется, что документальный фильм о Сергее Рахманинове станет полнометражным и художественным. Антон Войтович, Эльдар Муратов, телеканал «Югра». Медиа-экспедиция «Победа в наших сердцах» в этом году будет посвящена 75-летию дипломатических отношений между КНР и Россией. Активисты отправятся на раритетных автомобилях «ГАЗ-М20» «Победа» по маршруту «Югра», «Улан-Батор», «Пекин», «Далянь», «Хабаровск». Путь в столицу Поднебесный Пекин пройдет через Монголию и Халген-Голе. Это будет 10-я юбилейная медиа-экспедиция. Участники автопробега за эти годы объехали города-герои, повали в странах Европы и Центральной Азии. Посвящали пробег труженикам, тылы и ветеранам боевых сражений. Акция «Югарчан» даже получила приз ТЭФИ за фильм, который был снят в экспедиции. В этом году в медиа-экспедиции примут участие соотечественники из Молдовы, Сербии, Белоруссии и Китая. Железнодорожный вокзал Сургута может стать большим транспортно-пересадочным узлом города. В концепции реконструкции объекта компании РЖД презентовала не только модернизацию здания под нужды пассажиров железных дорог. Предполагается, что в помещении и на прилегающей к нему территории появится и автовокзал. Так, на первом этаже должны разместиться билетные кассы для автомобильного пригородного сообщения и залы ожидания автобусов. Более того, логистика железнодорожного вокзала продумана таким образом, чтобы прибывшие на поездах пассажиры могли сразу пройти к автобусам, минуя тех, кто отбывает из Сургута. Проект реновации сейчас проходит госэкспертизу. Ее должны завершить уже этим летом. Один из волнующих сургутян вопросов о сохранении исторического мозаичного панно на фасаде вокзала решился. Компания РЖД пообещала сохранить его. Предполагается, что к строительным работам на объекте приступят уже осенью. Городские депутаты разобрали этот вопрос на думском заседании. Им вскоре предстоит внести изменения в генеральный план застройки города. Он коснется не только ЖД вокзала, но и речпорта, а также аэропорта. Парламентария планирует подробно изучить проект, прилегающий к вокзалу территории. РЖД сообщил о том, что они будут осчитать подробное проектирование прилегающей площади после прохождения экспертизы непосредственно самого вокзала. Поскольку технологические решения постоянно уточняются, изменяются параметры, пятно застройки и конкретные параметры выхода в связь при вокзальной площади с самим вокзалом будет уточнена по итогам экспертизы проектной документации. Нижневартовск принимает международные соревнования. Сегодня состоится официальное открытие юбилейного 20-го Кубка мира нефтяных стран памяти Фармана Салманова по боксу. Но состязания уже начались. В первых боях на ринг вышли 60 спортсменов, женщины в шести весовых категориях и мужчины в легчайшем, легком и среднем весе. Всего в столице Самотлора собрались 165 спортсменов из 16 стран мира. И хотя в связи с санкциями стран-участниц стало меньше, чем на предыдущих турнирах, уровень соревнований остался по-прежнему высоким. Это юбилейный турнир, поэтому наша организация «Уграми Газпорт» к любому турниру подходит с большой ответственностью. Ну и в принципе здесь большое количество участников, уже таких именитых спортсменов, поэтому победа в этом турнире очень значима. Он очень важен как для нашего города, как для развития бокса в нашем городе, в нашем округе, так и для развития в России, потому что на этом турнире уже наши российские спортсмены самосовершенствуются, получают тот опыт, который им необходим на международных стартах и выполняют норматив мастера спорта международного класса. Егорские пара сноубордистов завоевали три медали на зимних играх паралимпийцев «Мы вместе спорт». Соревнования прошли в Миасе. Михаил Слинкин выступал в ЮЛ. То есть спортсмены этой категории имеют поражение одной верхней конечности. Югорчанин завоевал две золотые медали в дисциплинах «Сноуборд-кросс» и «Банкет-слалом». Поднимался на пьедестал почета и Алексей Петров. Он стал серебряным призером игр в категории «ЛЛ-2». Здесь соревнуются спортсмены с повреждением одной или двух нижних конечностей и с меньшим ограничением активности. Алексей стал вторым в «Сноуборд-кроссе». У меня на этом все. О развитии событий в наших следующих выпусках. А сейчас на телеканале Югра прогноз погоды и коммерческая информация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова